Что вы там спорите? Немп в шорт хорош? Ну, если начнут разбирать 50, то да, а то, что Денис тебе пишет про беды, ну, я с ним полностью согласен, тем более смотря во сколько это было, то есть, если последние, там, 15 минут, то, ну, наверное, да, не очень, как бы, он ланговый, потому что фьюч летит вниз, ну, и то, опять же, почему бы и нет, а если до этого он брал, то очень даже. Про трейд в баке хотел сказать кто-то, я не знаю, все ли поняли там идею или нет, это было вот в этот момент, здесь стоял очень сильный, очень сильный, скрытый, то есть, вот здесь его выносили, ну, то есть, в него очень много на продавали, и это было вот в этот момент, то есть, если вы сравните, то вот здесь был первый вынос, вот он. И дальше фьюч заранжился, бак тоже заранжился, но про фьюч я ничего не знаю, а про бак было видно, какое количество там стоит заявок, то есть, от него отлетали неохотно, когда летели вниз, довольно много, ну, приходилось сносить беды. Ну, это говорит о том, что лимитно покупают хорошо, и те, кто в них на продавал, в общем-то, ну, не в самой выгодной позиции, явно. Вот, ну, и, собственно, я от 504 вот в эту волну, точнее, я сразу скажу, я вот в эту волну брал, причем брал на откате. То есть, я вот это увидел, отлетели, опять почти не били в 7, спокойно упали вниз, упали и начали долбить 505. Я взял, раз взял, два взял, 2000 взял и по 0.9 вышел. Ну, сидел я исключительно по импульсу, я не знал, сколько она пройдет, понятия не имел. Ну, вот, то есть, меня просто интересовало, когда начнут выбивать обратно, потому что вот это все вынесли за одну щель, ну, вот это в первые 5 секунд вот этой свечки было. То есть, это не то, что она минуту туда прорывалась, ее просто вынесло. Ну, стою, смотрим, 508, 509, я готов бить 508, но ставлю по 509 закрываться, в итоге 509 выносит, все, я выше. То есть, в принципе, вот, ну, на 2004 цента. Что еще, LVS было сегодня вот здесь вот, ну, я пытался купить, но потом уже не следил. Просто, на самом деле, когда график такой плохо видно, а вот так вот уже хорошо. То есть, здесь вот по 64, ну, я уже просто не сообразил, грубо говоря. То есть, там все клево и классически было, но, ну, как бы, не для меня в тот момент, видимо. Что еще, LVS мы с вами вместе взяли, ну, как бы, он мог отпрыгнуть, но он этого не сделал. Ну, и ради бога, как бы, свой убыток я принял и спокойно вышел из нее. Кег мы с вами брали, ну, Facebook я промолчу. То, что у меня был лонг по 90, вот здесь. Вышел я по 0,5. Я не помню, или по 0, где-то здесь. Ну, или вот в этом рейнже. Ну, короче, вот здесь вот я вышел. Ну, понятно, да, как бы, я не собираюсь обсуждать то, что, сколько можно было, смотри, сколько он прошел. У меня такие разговоры не возбуждают, потому что, ну, этого никто не мог предположить, поэтому смысл об этом говорить. Потом LVS я обсказал, ну, с Facebook, ну, все равно я его в плюс закрыл, как бы, тоже приятно. Эбби совершенно не пошла, вот здесь я и вышел, то есть, примерно там же, где и было. НТЕ я уже сказал, просто так взял. Бак. Бак объяснил. Нефть. Был уверен, что пойдет хорошенько. В итоге закрылся. Я вот здесь вот по 79, по 79, 78. Ну, тут можно даже отмотать сделки. Вот Юса, бай, бай, бай. Баю, баюшки, баю. Вот я выходил 76, 77, 78, 79, 77, 78. У меня было там, не помню, сколько у меня было, 1600, пару тысяч. Ну, в общем, было немного, но было прикольно. Вот, собственно, где вот здесь я набрался. 59, 60. Вот здесь. Ну, как раз, то есть, это выход, как бы, к хаю, думаю, сейчас пойдет. А в итоге смотрю, блин, она вообще идет нормально. Прям идет и идет. То есть, ей дают по рогам, а она возвращается. Ее бьют, а она возвращается. Она стоит, ее держат. Ну, ровно то же самое. Ну, ты же видишь, что сопротивление в бумаге сильное вниз. Я в ланге. Что я буду выходить, когда меня обстановка совершенно не пугает, а в основном даже радует. Я понятия не имел, что она дойдет вот сюда. Здесь я вышел, то есть, мне вот этого более чем достаточно. Я считал, что я взял хорошее движение. Ну, для меня, для меня нормальное. То есть, 20 центов почти. А, нет, у меня было, ну, не 20, поменьше, да, получается. То есть, от 60 до 77 в среднем. 17 центов я взял примерно на 1300-1500 акций. Ну, потому что, не помню, сколько было. Я ничего вообще не жду сегодня от имбов. Я даже вообще сомневаюсь, что что-то прикольное есть. Ну, хотя бы Pfizer 2 миллиона, это прикольно. Ну, я в него не верю. К тому же, он на аптекруле с таким гэпом. Почему он на аптекруле? А, потому что он вчера, вон, что сделал. Все все равно, как-то странно. Ну, короче, ладно, раз он на аптекруле, что его? Я его не буду брать. В Аризонт подозрительно. Что-то все на сел, да, Сеня? Тэшка, баг, GLW. Ну, так, размер прикольный, но, как сказать... Окей, вы знаете, что с ними делать. Морган Стэнли селовой, но непонятно. Шеврон, например, на бай, вон, куда уже учесал. Сити на сел, но, наверное, тоже уже поздняк. Ну, да, уже пошел. Тоже аптекрул. Это после вчерашнего, блин? Рай. За что им всем аптекрул-то ввели? Так, GE вот на бай, например. Ну, GE на бай, но фьючерс будет очень сильно на него влиять. Пока ставим, просто будем наблюдать за ним. GPM хорош. Тоже селовой, смотрите, как... Смотрите, как хорошо он на селовом имбе вверх пошел. Ну, это, наверное, стоит ожидать. А край я из списка убираю. Тэ, я не знаю, что такое. В Аризон тоже сел. Бак вот... Ну, тоже после такого падения еще и на сел. Ну, кто его... Куда его будет брать? Хотя вот много кто продал, наверное, да, в первую же минуту выхода имба. Возможно, возможно, это заставит их вылезть. Ну, пока рановато. Будем сидеть и... Будем сидеть и тормозить. Ну, я, по крайней мере. А в GE... В GE я бы хотел, чтобы он до 59 дошел. Там я, в принципе, готов заявку поставить. Ну, если не перевернутую. Видите, какие большие скрытые стоят напротив. Ну, то есть, закупается слишком много. Ну, не знаю. Непонятно. Я боюсь, что их освободят от этой позиции. Ну, встану вот так вот. 50-80-76. Так, чтобы средняя была, если что, прикольная. Но GLW тоже хочется отскока назад. Ну, то есть, всегда, всегда стараюсь, чтобы от того момента, когда им вышел, когда все начали действовать, чтобы цена откатила в мою, в нужную мне сторону, чтобы я там мог взять чуть-чуть попозже, но посильно в лучшей цене. Собственно, в этом вся, ну, вся стратегия для меня. Вот NLY, возьмите. Вот сейчас прям быстрее. Пока не поздно. 93, ну и то, что пока не поздно, но просто, что не успели, да? Ладно, бывает. Ничего страшного. Может, еще и вернул, так что. Джек, что нам дали Джей, да? А, ты тоже поставил заявку. Все, я понял. NLY, ну, я по 93 взял. То есть, как бы, вот сейчас по 94, ну, совсем не приятно. Прикольно. Ну, я имею в виду, просто уже много прошло. Не, можете, конечно. Вполне возможно, что она и дальше еще пойдет. Тем более, фьюч тащит, как бы, неплохо. Может, вытянет. Тэшку хочется, чтобы она куда-нибудь, ну, видите, она тоже на целое и странно. Прет хорошо, все нормально, сегодня весь день падала. В общем-то, ну, где ее, ну, где-нибудь... Ну, блин, вообще хорошо тащит, нормально. Я думаю, что, вот, видите, сейчас вот скрутое здесь, да? Покупают уж очень настырно. И вот хочется взять где-нибудь чуть-чуть повыше от этого места, когда все уже там на покупаются вдоволь. Ну, вот как сейчас, вот где-нибудь по 72. Хотя, может, и это рано. Кто знает, сколько ее протащу, правильно? Ну, ладно, взять надо, я считаю. Ну, хотя бы по 71. Хотя бы чуть-чуть. 500 возьмем и будем следить. То есть, если ее не переверну, то, ну, в принципе, у нас не самая плохая цена. Почему так задрали, я не понимаю. Мне не ясно, почему так прям сильно она ушла. Но, жалко, по 72 не дали, сейчас была бы средняя намного лучше. Видите, уже 68. В принципе, я уже пас. Я уже хочу выйти, потому что она, все движение, которое мне надо, она уже, в принципе, сделала. Можно просто подождать и чисто посмотреть, куда ее все-таки сегодня могут закрыть. Ну, окей, оставлю. Чисто, чтобы мы могли просто понаблюдать. А так, в принципе, по 71 взяли. Если по 67 сейчас закрываться, то это очень круто. Давайте там, как бы, 300 закроем, да, в 67. Сейчас у нас исполнит, все исполнили. А 200 акций у нас останется просто на посмотреть. Потому что здесь тоже скрыто, и уже непонятно, что они хотят. Мне, по крайней мере, нет, все вынесли в 66. Но вообще, все, это очень хорошее движение. То есть, взяли, лучше, в принципе, уже выйти. Потому что сильно круче уже может и не будет. Ну, хотя, смотря как фьюч, можно даже, не знаю, еще 100 закрыть здесь. А остальные 100 просто оставить, чтобы вы посмотрели, как заявку мы ставим, да? Вот по 65 сейчас. Если возьмут, ну... Вон, чуть-чуть забрали. Все, по 65 тоже забрали. То есть, у меня open только 100 акций в шорт, да? Нам GE дали по 58 первые и отпрыгнули. GE еще не перевернули. Вот это перед глазами держите, я надеюсь, что мне ее, ну, особо некуда ставить. Так, ну, вот эту TE я убираю. Она нам неинтересна. Бак я... О, бак мы прозевали, да. Бак вот хорошо было по 0.3 пытаться взять в шорт. Ну, как бы классно, потому что высоко, а он селовый. Ну, я говорю, люблю на опережение. GLW. Ну, уже вернулся после такого лонга. Уже что-то я в него не верю совсем. GE вроде чуть повыше пошла, да? Ну, то есть, мы немножко заранее взяли, но на самом деле это все очень обманчиво. И очень сильно зависит от фьючерса. В принципе, она... Я ничего не стою, я говорю, на 56 все-таки сходить. Поэтому я свои заявки пока, пока подержу. Тэшка уже вернулась. Ну, да. Ну, пусть висит, но все-таки на ней еще тоже пока сел, пока. Там что угодно, может быть. CVX на buy вроде тоже пошло. А, нет, ставит заявку, нормально. Ну, че, давайте фордянского, не знаю, наберем. 5 минут. Ты мы торгуем вообще? Да, 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 мы торгуем, все нормально. Ford, а, вы не берете. Ну, короче, ладно, те, кто набрал, вы сильно не... Так, 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 бак перевернули. Так, что еще перевернули? Стоп, 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 блин, я потерялся. Тэшку перевернули. Тэшку надо выходить. GE не перевернули. Так, тэшку вышел. Все, последний. Видите, как хорошо, что все вовремя. Ford нас сел. Ого, блин, Ford перевернули. Стоять, стоп. Тогда пытаемся закрыться по 73. Ну, хотя как-то странно, да, вроде перевернули, а реакции у него такой как-то сильной адской нету. NLY, NLY не перевернули, она на месте. Ford, если что, валю в 72 обратно в эту же самую цену. Ну, и, наверное, так и придется сделать. Все, из Ford вышел на всякий случай. NTE, вот эту дурацкую, она не нужна вообще. Спокойно сваливаю, спокойной душой. 4 минуты до закрытия, GE куда-то там прет, это хорошо. О, уже 65. Смотрите, 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 да, нормально тащит. В принципе, чего нам с вами. Готов вот по 66, вот чуть-чуть закрыли. Видите, фьюч тащит, да? Я все заявки убрал и просто ставлю сейчас ее в последний принт. Но я не думаю, что ее перевернут. В любом случае, 200 акций вообще никакой погоды в моей жизни не сделают. Я ставлю GMOXL. Все, отправил. Все, заявка встала. И я уже ничего с ней поделать не могу. NLY я еще не отправлял заявку. Кстати, смотрите, ISR проснулась. Ее на завтра обязательно надо будет посмотреть. Может быть, будет очень хороший, ну, очень хороший сквиз. Смотрим теперь на NLY. Вот она, первые строчки. Пока не переворачивается. Видите, цена уже даже 94 перевалила. И очень мощные беды. И фьюч за собой вытащил. Но я еще заявку пока не поставил. 516-й. Убери заявку на всякий случай. Убери, не надо. Все, она ушла от той цены. Не надо ее пытаться взять. И не надо ее брать. Все, пропустили, пропустили. Вы свои заявки, если повезет, может, в следующий раз. В последний, когда будем им вместе торговать, тогда поставим. Осталось полтора, ну, две с половиной минуты. NLY все еще пока. Видите, в плюсе. Но я не стремлюсь здесь даже пытаться закрыть. Потому что если все сохранится, то ее могут и в 95 принтануть. То есть, я здесь так, в принципе, не закрою сейчас. Ну, чтобы я не поставил по 95, вряд ли меня закроют. Но есть шанс, что именно по этой цене закроют последний принт. Но, опять же, не обязательно. Конечно, никто не мешает ей вынести 94-93 обратно. И бог бы с ней. Ну, то есть, как бы. Мы сидим, пока и наблюдаем. Тем более, вроде покупок не так уж прямо много. Ну, то есть, для нее это не какой-то сверхобъем. Она жирная, мало ходит. Фьюч вроде в нашу сторону. Пока живем. Давайте посмотрим. Может, где-нибудь еще что-нибудь можно хапнуть напоследок. Тэшку перевернули. Бак перевернули. В общем, все такое. А вот в Erizon, кстати, не перевернули. Но... Но это все равно, конечно, не повод, может быть, ее сильно много брать. Даже не дали ничего. Да не, бог с ней. Не нужна. Не, ну, есть шанс, что пойдет, но... Просто сейчас что. NLY, видите, все обратно вынесли. Ну, да, она не перевернутая. Но почему-то вот... Почему-то так и решили они. Ну, посмотрим. Все, осталось 20 секунд. Так, NLY еще пока на месте. Но, естественно, если в последнюю секунду что-то с ней сделают, ее здорово разнесут. Жея, кстати, еще выше пошла. И, в принципе, это хорошо. NLY очень жалко, но ничего не... Вон, видите, ее обратно выносят. А ISARA уже тоже принтует. Значит, NLY ставлю в последний принт. MLC заявку. Видите, она по чуть-чуть уменьшается, но вроде пока еще держится. Если ничего так вот прям не вынесут, то ее закроют либо в 94, что тоже плюс. Ну, то есть, мы в плюсе в этом случае будем. Либо... Ну, в 93 нет, уже ее не поставят. Я не думаю, что ее перевернут. Итак, все, 16.00. Смотрим, куда будут закрывать. Значит, смотрите, GE закрыли МОК по 68. То есть, мы еще больше в плюсе по ней. Вот. И смотрим NLY. Да. Не так сильно смотрим. Вот здесь сейчас будет принт, куда ее закроют. Там и поглядим. Но на это может найти до нескольких минут, но я надеюсь, что довольно быстро все сделается. Очень хорошо, что на ней именно баевый имбаланс, потому что она падала. Вроде как это логично, но так же здорово, что ее попридержать. 95 закрыли. Класс вообще. Мы еще и на ней сделали. И того сегодня... А нам с вами результат почти плюс 300. Опять 300. Чуть сегодня везде нет. Тема про 300 и шутки про 300. Вот видите, вот этот принт. Правда, он очень маленький, но, видимо, там свели очень много чего. Вот. Ну, все, в принципе, на сегодня. Смотрите, у нас все имбалансовые трейды в плюс. Бак в плюс, NLY в плюс, T-шка в плюс. А, мы бак не брали. NLY, T-шка, GE. Ну, кроме Ford. Ford по нулям вышли. Тоже хорошо. Ну, вот, в принципе, так это и выглядит. Все почему? Потому что брали заранее, то есть, ставили заявки, не кидались в первый попавшийся уровень, там, кроме NLY, но она жирненькая. Ну, что, все, давайте, да? До завтра. Завтра мы с вами... Завтра все по плану, у нас 19.00. Все, давайте. Всем доброй ночи. Завтра в 19.00. Собираемся, еще поторгуем. И я расскажу, что мы на следующей неделе с вами делаем, как у нас там обстоят дела. Чем мы дополнительно занимаемся, какие дни мы еще вместе посетим, ну, вместе встретимся, потому что у нас там, там за мной должок, когда вы меня отпускали, и один день у нас выходной был. Так что еще два, как минимум, нам предстоит вместе, ну, а дальше, ну, в общем, завтра все расскажу. Все, давайте, счастливо всем. Спокойной ночи. Пока.